Июля-август месяцы интенсивного сбора урожая. В поле каждая минута дорога. Поэтому в это время по дорогам общего пользования часто приходится передвигаться крупногабаритной сельхозтехнике. Поэтому передаем призыв фермеров быть терпеливыми, понимающими и очень внимательными, ведь техника не маневренная и не скоростная. Если не считать высокомощных тракторов, чья скорость может достигать 65 км в час, то преимущественно сельхозтехника передвигается в пределах 30-35 км в час. Это провоцирует автоводителей на необдуманные обгоны и часто в непросматриваемых местах. Вы видите, что ситуация позволяет сделать обгон и совершаете его. Но это нельзя оставлять на последний момент. Должна быть возможность уйти на противоположную полосу и также безопасно вернуться назад. Чтоб не получалось так, что пробуя встать обратно, требовалось совершать опасные дополнительные маневры. Сознательные водители сельхозтехники понимают, что задерживают движение автотранспорта и в границах возможного пытаются помочь. Если техника идет по дороге и включает короткий правый поворотник, это значит водитель показывает, что путь безопасен. Но это всегда следует проверять. Если левый поворотник, ни в коем случае не обгоняйте, ведь из комбайна не видно, что сзади происходит. Поскольку во время движения по дороге комбайны еще тащат за собой прицеп с жаткой, то есть косилочными катушками, общая длина состава получается впечатляющей. Очень часто можно видеть, что автоводители не задумываются о том, что тракторная техника едет намного медленнее. Стремительно приближаются, обгон совершить невозможно, и они вынуждены резко тормозить. Сзади едущий водитель отнюдь не всегда способен это предусмотреть. Обычно водители, завидев впереди огромный комбайн, становятся осторожнее и не рискуют совершать резкие маневры. Но в отдельных случаях так. Начинаю делать поворот, а машина начинает обгонять. Образуется ситуация, когда и машине надо быстро тормозить, и мне. Смысла в этом немного, так как я уже на противоположной полосе. Основные правила безопасности следует соблюдать и водителям техники. После работы на поле время от времени всегда следует протирать от пыли фары и номерные знаки. Если этого не делать, не будет видно фар, ни освещение номеров. Позитив тут тоже имеется, ведь комбайны и плетущиеся за ними трактора явление сезонное. Как только урожай соберут, а поля будут подготовлены к следующему сезону, тихоходная техника с трассы исчезнет. Живем в согласии, уважаем друг друга, все фары держим в порядке. Не делаем опасных маневров, живем в гармонии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...